А вы знали, что у лея и доллара был общий предок? Доллар взял свое имя от талера или дальдера, как его называли в Нидерландах. И лей это тоже талер, только львиный. Голландская монета левендалер ходила на территории Молдовы. Когда разрабатывался дизайн валюты уже для независимой Молдовы, сначала предложили название талер или дукат, но выбор пал на лей. Историю государства куда легче и интереснее изучить под углом истории денег, уверен преподаватель школы бизнес-коммуникации Игорь Несенбой. Он и книгу об этом написал, как сам говорит, нарочно попсовым языком, чтобы упростить задачу читателя. Моя коллега Дарья Гвинджия поговорила с ним не только о недавно изданной книге, но и о том, какая монета в Молдове была первой, какая представляет интерес для коллекционеров и почему важно быть финансово грамотным. Монеты, купюры – это уже не про современность. К отказу от бумажных или металлических денег мир идет семимильными шагами. На передовой – скандинавские страны. Швеция и Финляндия намерены полностью отказаться от наличных к 2030 году. Но банкноты и монеты – важнейшая часть мировой истории. Тема чувствительная, всем очень нравится говорить, думать и рассуждать про деньги. И деньги – это такой шикарный предмет просто для исторического повествования. И ваша книга – это повествование? Да, это попытка максимально доступным языком описать две с половиной тысячи лет истории на примере денег. Потому что все, что не происходило, и с точки зрения правления, кто на монете изображен, какие номиналы, почему монеты периодически меняли сплав, вес, монеты каких государств ходили, все, что бы не происходило в принципе на какой-либо территории, оно всегда отражалось на денежном обращении на этой территории. Поэтому деньги – это просто такой удобный угол, под которым можно про историю рассказать. Какие деньги на территории современной Молдовы появились первыми? Партерная торговля с литками серебра или золота была еще до древних греков. Но именно они привезли в наш регион первые монеты. Было это примерно в шестом веке до нашей эры. Если говорить уже про Молдову как независимое молдавское княжество, которое вот там образовалось в середине, это получается, 14 века, то первым воевода, который их начал чеканить, причем начал это делать очень массово, это был Петру Мушат. Причем, как и всегда бывает, когда появляется новая монетная чеканка, то она не изолирована от рынка, у них не стояла задача выдумать какую-то новую монету, номинал или вес. И молдавские монеты, они по компоновке и по весу, они вполне себе вот соотносятся с польскими монетами, с венгерскими монетами той эпохи. Похоже, это делалось намеренно, потому что, во-первых, мастера, скорее всего, были импортные, которые начинали это отлаживать, а во-вторых, население пользовалось деньгами, даже если их не чеканили. Соответственно, у властей молдавского княжества, тогда еще молодого, стояла задача вписать собственные деньги уже в ту денежную массу, которая на территории ходит. Если мы говорим про монеты молдавского княжества, внешний вид, долгое время он оставался более-менее одинаковым. Это была головатура привычная, которая есть сейчас на гербе республики. Она сохранялась. На обратной стороне там были изменения, про которые у нумизматов прямо, скажем так, однозначного мнения, заключения нет, потому что молдавский, герб, который изображен там, и на котором написана печать молдавская, на латыни еще, это щит с полосками и лилиями, который совпадает с гербом венгерской династии той эпохи. И дальше он долгое время живет, там порядка, можно сказать, 50 лет, даже больше. Тип монет остается более-менее одинаковым. Есть маленькие изменения в дизайне, буквы чуть по-другому пишутся, есть какие-то производственные отметки, но герб сохраняется. А дальше, скажем так, чем неспокойнее здесь было, в эпоху таких гражданских войн с 1432 до 1557, пока к власти не пришел Штефан Великий, там воеводы менялись очень-очень быстро. И это отражалось на монетной чеканке, потому что гербы менялись очень быстро, причем обоснования, почему у нас он был сегодня такой, а завтра другой, но нету. А среди коллекционеров какие монеты наши считаются ценными? Какого периода, может быть? У них вообще есть такие? Есть такие монеты, скажем так, есть монеты, которые я видел только в справочнике, и которые я видел в каталожном аукционе, но я их никогда не видел физически ни в коллекции, ни в музее. Это монеты, наверное, вот середины, получается, 16 века, когда правил Александр Лапушнян, он там дважды правил, был такой очень странный, можно сказать, залетный персонаж, который непонятно каким образом стал господарем, он был вообще греком, который жил во Франции, и он каким-то образом купил себе право на престол, и так называемый деспот Водель, там Иоанн Гераклит, который очеканил таллеры. Это большая монета, она там почти 30 грамм весит, но стоимость этой монеты, она, честно говоря, даже неизвестна, потому что они в частных коллекциях в Европе есть, но известно про единицы таких монет, и это такой вот святой грааль молдавской нумизматики, потому что они были очеканены в мизерном количестве, очевидно, они были очеканены для оплаты услуг наемников, потому что ни население, ни церковь, ни бояре очень не любили правителя, который себе просто купил право на престол. Тогда это вообще не было нормой. В историческом музее есть настоящая золотая кладовая, зал, где собраны ценные во всех смыслах экспонаты. Например, 12 драхм Истрии и 4 монеты имитация тетра-драхм времен Филиппа II, отца Александра Македонского. Клад нашли в лесу рабочие, еще один откопали в селе Коржево Дубасарского района. В небольшом кувшинчике были серебряные таллеры. В 2004-м в Старом Аргееве нашли 54 серебряных слитка. Музей купил клад по цене обычного серебра, примерно за 6 тысяч леев. То есть здесь, скажем так, я бы не ориентировался на металл, потому что обычно золотые монеты вызывают такое возбуждение у людей, которые туда приходят. Но на самом деле у нас в историческом музее есть золотые византийские монеты, так называемые скифатные, выполненные в форме чашечки. Являются ли они редкими? Вообще нет. Там особенность византийской чеканки. Византийские же монеты у нас веками использовались. Не очень обширно, но использовались. У них практически не было серебряной чеканки, практически все крупные номиналы были сделаны, почти даже все крупные номиналы были сделаны из золотых монет. Их много, то есть клад в 20-30-40 золотых монет, если посмотреть в справочнике историю находок у нас, это не редкость. Многие молдавские монеты, они даже выглядят как маленький такой громовый кружочек крошечный, но это какая-то очень редкая разновидность в широкой серии, она может быть гораздо более ценной. Чеканка монет – это процесс дорогостоящий? Или все не так? Ну, чеканка монет – это процесс по определению дорогостоящий, потому что, во-первых, есть угар. Каждой девушке в основном это делают, когда они приносят золото или серебро к ювелиру. Ювелир всегда вас предупреждает о том, что там есть определенный процент потери металла, угара. Соответственно, когда нужно расплавить металл, и потом есть разные технологии изготовления заготовок, есть потеря металла. Во-вторых, изготовление штемпелей даже более-менее простых – это дорогостоящая история с точки зрения резки рисунка и с точки зрения надежности. Потому что со всей силы, когда кувалды бьют по монетному штемпелю, он просто очень быстро расколется. И сама технология изготовления и закалки вот этого штемпеля, она дорогая. Поэтому это не дешевое удовольствие. Игорь Несимбойм убежден, базовые знания об истории денег создают основу для финансовой грамотности. То есть умение обращаться с деньгами. Но подчеркивает, просто учебник этому не научит. Знаете, как преподаватель, с одной стороны, это такой вопрос по двохам, потому что нужно сказать сразу «да». Ну, кто же против? Грамотность важна, важно. Финансы важны, важно. Ну, значит, финансовая грамотность, она важна. Да, но мне кажется, что каждый раз, когда мы говорим, что вот это в школе очень-очень важно, это во многом попытка родителей объяснить самим себе о том, что если мои дети выросли не такими, как я хочу, это потому, что вот им в школе чего-то не объяснили. Потому что нужен ли такой предмет? Да, нужен. Есть ли на него спрос? Да, есть. То есть эта литература есть и издается. Но даже если мы проведем мысленный эксперимент, что во всей стране есть замечательный учебник, замечательные преподаватели, классные лекции мы это детям преподаем, то когда дети рассказывают про то, как важно экономить, рассчитывать, планировать и так далее, видят не совсем ответственное поведение в семье финансовое, когда покупаются какие-то вещи, на которые денег нет. И вещи явно не первой необходимости. Когда ребенок с этим сталкивается, ну, ему в школе говорят, что вот это вот очень важно, а в семье ты видишь, что в принципе, ну, можно и так, то ценности от этих занятий не будет. Поэтому, отвечая на вопрос, важен ли это предмет, да, но мне кажется, что это то, о чем бы неплохо каждому родителю поговорить с ребенком.